Здравствуйте, ребята! Сегодня я расскажу вам и немного покажу, как мы съездили на Великий Каньон, Гранд Каньон. Начнем с того, что тот Гранд Каньон, так называемый, куда ездит основная часть туристов из Лас-Вегаса, там, по-моему, полтора или два часа езды всего, он не настоящий. Там находится балкон вот этот знаменитый, где можно по стеклу гулять над пропастью. Но это все, это все, короче, лажа на самом деле, это развод для туристов. Потому что настоящий Гранд Каньон, он находится гораздо дальше, уже в Аризоне там, гораздо дальше от Лас-Вегаса. И мы решили, что ехать нужно именно туда, а не на вот этот вот фальшивый каньон, потому что на самом деле это даже не Гранд Каньон, это просто его отголосок там такой. Это вот то место, где находится стеклянный балкон. Поэтому мы поехали в дальняк. У нас было время, у нас была машина, все, и мы поехали на южную часть этого каньона, называется South Rim. И, значит, ехать туда надо было четыре с половиной часа. Ну, это четыре с половиной часа, это просто чистой езды. Конечно, там чуть-чуть с остановками, с заправками получилось пять или даже немножко больше там. Ну, в общем, в районе пяти часов в один конец. Ну, это стоило того, потому что, я говорю, ближний каньон вовсе не каньон, а так себе, лохотрон для туристов. И вход туда на этот бассейн, на этот балкон стеклянный стоит сто долларов за человека. Это вообще, короче, полный развод, а там не так интересно на самом деле. Вот. Настоящий каньон находится в национальном парке. И въезд туда всего лишь 25 долларов с машины, вне зависимости от количества пассажиров в этой машине. Платишь один раз 25 долларов, это дает вам право въезда-выезда в парк из парка постоянно в течение семи дней, то есть одной недели. Ну, мы туда ездили на полтора дня, получается. И, знаете, я не был в том месте, куда ездят туристы, все в этом ближнем месте. Но, я думаю, мы не зря съездили именно в дальняк туда далеко. Дорога была прямая, очень скучная. С нами были наши друзья из России. Мой друг сидел за рулем, я ему дал уже рули, короче. И вот он едет, значит, и говорит, как, говорит, скучно, говорит, ехать по этой американской дороге. Ни, говорит, ям, ни кочек, ни КамАЗов, которые надо обгонять. Ну, потому что там два ряда идут в одну сторону. То есть по два ряда в одну сторону. Получается четырехполосная трасса. И по всей протяженности мы так и ехали по четырехполосной трассе. Трассе, за исключением уже там последнего получаса, где была именно по одной... Где уже было по-другому. Там уже была дорога чисто один ряд в одну сторону. То есть обычная, ну, так как выглядит, наверное, какая-то вот федеральная трасса, о которой мне все мой друг говорил. У нас, говорит, так вот, он мне говорит, я смеялся, конечно, он мне, говорит, скучно, говорит, ехать. Говорит, просто тупо едешь прямо, говорит, и все, и ничего не происходит. Он, говорит, скукотища, говорит, у нас, говорит, в России обязательно надо что-то объехать. КамАЗ по встречке обогнать, еще чего-то. И вот он так повторял несколько раз всю дорогу, мол, скучно, говорит, ехать. Вот, что дорога прямая, мол, ничего нет. Вот, дорога действительно прямая. Вокруг в основном пустыня, потом начались горы какие-то. Вернее, сначала были горы, потом вообще пустыня, потом опять горы. И все это так. Потом была горная дорога, но опять же это была скоростная трасса с максимально разрешенной скоростью 70 миль в час. Соответственно, мы ехали без единого светофора, конечно, очень хорошо. Доехали туда, останавливались заправиться. Цены на бензин, конечно, там в Аризоне чуть повыше, чем, допустим, вот здесь у нас в Нью-Джерси, но пониже, чем в Нью-Йорке. Доехали туда, у нас там была забронирована гостиница прямо в самом, прямо на территории парка. И причем нужно это делать заранее, потому что даже конец ноября считается не сезон, но гостиницы все были забиты. Мы за месяц там это все пытались бронировать. И случайно получилось, что нам досталось вот два номера в одной из этих гостиниц, потому что вообще ничего не было совсем уже за месяц до этого. Хотя это уже считается холодно, уже не сезон, но все забито. Ну, приехали в гостиницу, зарегистрировались, там занесли вещи в номера. Пока мы ходили, заносили вещи, к нам подошел олень. Видимо, они там попрошайничают, еду просят, но там в гостинице везде четко написано не кормить диких животных, которые к вам приходят. Но, видимо, чтобы не приучать их, чтобы они вот ходили. Но они все равно ходят, к нам подошел олень, мы с ним там сфотографировались, все. Вот, да. И после этого мы поехали на сам уже вот этот, ну, там недалеко, но все равно на машине. Там пять минут ехать. Поехали на сам Гранд Каньон, вот это вот к обрыву. Там довольно длинная эта расщелина, ну, просто там к одному из мест подъехали и, ну, начали фотографировать, там снимать, все. И на самом деле это, ну, действительно красиво. И идея у нас была такая, посмотреть именно, когда, ну, вот, сумерки и закат солнца. И вот в этот момент именно получаются такие яркие-яркие цвета, которые видеокамеры обычные или фото передать просто, ну, невозможно. Это нужна какая-то профессиональная техника. А видеокамера у меня обычная, которая там стоила 380 долларов. Поэтому то, что вы видите, то, что это то, ну, что и как удалось заснять моей обычной видеокамерой. Идем сюда. Чтобы посмотреть на красотищу. На красотищу. Во-хо-хо. Вот это жесть. Вот это круто. Вот это круто. Главное, это, не ступите туда. Фильм показываешь, за корягу затеремся. А вот это да. А вот там вот прямая линия вообще почему-то вот раз, так и все. И небо. Во, нормально. Это впечатляет, конечно. Все равно на видео не видно вот эту вот глубину и краски, и вот эта вот вся глубина вот этой вот расщелиной, такая красотища. Походили мы там, походили. Темнело все, темнело. Солнце заходило. Очень много народу там ходит. Ну, наверное, летом там еще больше народу. Но народу было достаточно. Все фотографируются. И вот во время вот заката солнца именно вот появляются такие вот красивые-красивые цвета. Красные там, красно-желтые, оранжевые. Вот на всем вот этом вот. Ну, а как стемнело, сразу стало холодно. Мы, конечно, быстренько побежали к машине там. Ушли мы от нее сравнительно далеко. Ну, ничего, дошли. Ну, чуть-чуть там замерзли, конечно. Но нормально. Мы были подготовлены. У нас была соответствующая одежда. Все, чтобы не замерзнуть, естественно. Ну, и что потом? Потом наступила ночь. Уже делать было нечего. Пошли поужинали и легли спать. Смотри, ты садишься. Сколько цвета тонны? На камере это не передать. Не передать. Такая высотища. А на следующее утро мы встали в 5 утра, чтобы там спокойно выйти. Где-то в 7 часу мы вышли, потому что в 7.20 должно было вставать солнце в это время, в этот день. И где-то около 7 мы приехали опять на одну из точек. И просто вот наблюдали рассвет солнца. Единственное, что мы немножко не на ту точку приехали в плане того, что солнце прямо из-за Гранд Каньона нам не вышло. Оно было чуть-чуть за горой. Нужно было проехать еще дальше, на другую точку. И там мы бы уже посмотрели. Именно сам выход солнца из-за горизонта, из-за горы. Но ничего, в следующий раз посмотрим. Все равно было красиво, все равно было так вот необычно. Что-то такое, что ты все равно не видишь каждый день. И это было, конечно, ну здорово, здорово. Просто здорово. Хорошее впечатление. Когда солнце уже вышло, мы уже там вернулись в гостиницу, выписались, там поели, позавтракали. И поездили вдоль этой расщелины, останавливаясь на разных точках, тоже на разных стоянках, чтобы подойти к обрыву и посмотреть вниз и вот вообще на все вот это вот вокруг. Впечатляющая, конечно, картина. Внизу в расщелине течет речка Колорадо. По сравнению со всей этой огромной расщелиной, речка кажется очень маленькой. Потом мы доехали до какого-то большой стоянки и там. Там есть башня. Такая каменная башня, построенная, наверное, там написано когда, я забыл, ну около ста лет уже этой башни. Где-то сто лет назад она построена. Можно залезть еще сверху на нее, посмотреть немножечко с высоты на этот каньон. Да и там, даже внизу от башни, если было вот смотреть, то там тоже было очень так впечатлительные картины. Очень так, замечательно, очень понравилось. Там даже горный козел скакал по горам. Никогда не видел вживую. Именно в природе, то есть не в зоопарке, там за сеткой, за забором, а именно вот в природе по горам прыгает горный козел. Не знаю, так прикольно было, в общем, посмотреть на это все, в том числе и на этого козла. Так что было весело, было очень хорошо. Вообще хорошо, когда ездишь, конечно, в компании, когда чуть побольше людей, но не слишком много народу. Ну, чем больше, тем веселей, конечно, но тоже нужно большую толпу не собирать. Ну, это вот на мой взгляд. Нас было четверо, нам было очень комфортно и весело. Тем более, мы ехали на большой машине, Chevrolet Tahoe 2015 года. Я знаю часто в комментариях, там, может, не мне, но кому-то начинают писать, как могло в 2014 году вы ехали на машине из будущего. Ну, так, здесь в Америке начинают продавать модели следующего года. Где-то с осени, бывает с сентября, бывает с октября, бывает с ноября. Ну, или в декабре иногда. Да, но очень часто уже именно модель следующего года, хотя, да, вы купили ее в году, так сказать, предыдущего. Так что машина у нас была большая, бензина жрало много, но на трассе, на самом деле, этого было не особо заметно. Бензин она жрет, когда вот ты по городу, по светофорам там останавливаешься, а на трассе было нормально. Там у нее 5,8 движок. В общем, такая мощная, большая машина, в полном фарше. Хорошо было кататься, правда, у нас только есть одна фотография, потому что что-то как-то не до этого было, как-то некогда было даже вот машину заснять. Мы все время куда-то ехали, были заняты, на что-то смотрели, было вообще весело. Ну вот, а после всего этого, то есть, это уже получается на второй день, мы поехали обратно и вернулись в Лас-Вегас, ну а там уже продолжили наше гуляние по Лас-Вегасу. Вот так вот выглядит, вот так вот мы съездили на Гранд Каньон. Давно думали съездить и что-то, ну когда-нибудь съездим, но наконец взяли, собрались и съездили. Туда, конечно, нужно лететь на самолете отсюда, с нашего региона. Это вам не Лос-Анджелес, откуда можно там на машине быстренько съездить, там 4,5 часа до Лас-Вегаса из Лос-Анджелеса. Ну и до Каньона там примерно столько же, может чуть больше. Поэтому люди там, допустим, из Калифорнии откуда-то могут в Лас-Вегас ездить на машине. Отсюда ехать на машине чистых 35 часов, поэтому, конечно, ну нет времени у людей вот так вот ехать несколько дней. Это 35 часов, это если без остановки, а ночлег, а покушать, а заправиться, ну вы сами понимаете. Поэтому я думаю, там 3 дня это как минимум. Поэтому, ну может быть в 2 можно, ну навряд ли. Я думаю 3 дня. Поэтому на самолете гораздо быстрее, комфортнее и без потери времени. Вот так вот мы съездили на Гранд Каньон, ребята. Надеюсь, видео вам понравилось, было интересно. Я рад стараться. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok